всем привет сегодня мы с вами поговорим о еще одном интересном состоянии вот мы поговорим с вами про катаракту которую очень боятся люди пожилого возраста и в общем-то не зря боятся вот но и скажем так ее риски бывают переоценены не надо именно трястись и бояться что с ней что-то пойдет не так пройдемся по основным мифам связанным с этим заболеванием вот и поймем откуда они берутся первое что надо понимать катаракта это наиболее частое заболевание офтальмологическое пожилого возраста мимо мимо этого заболевания практически не проходит никто любой человек доживающий где-то до семидесяти восьмидесяти лет рано или поздно обнаруживает что ему ставят этот диагноз с чем это связано как вообще это развивается есть несколько вариантов первый вариант это когда помутнение хрусталика было изначально небольшое например там врожденная катаракта какая-то в силу дисгенеза просто эмбрионального вот она может увеличиваться с возрастом но это очень редкое состояние на самом деле чаще всего происходит следующее человек живет очень долго замечательно с прозрачным хрусталиком это линза которая стоит в глазу и помогает нам фокусироваться вот через нее проходят оптические лучи которые преломляются на сетчатку соответствующим образом то есть хрусталик это абсолютно необходимая вещь для нормального функционирования глаза в идеале он прозрачный и он состоит из большого количества волокон эти волокна с возрастом начинают уплотняться и офтальмолог на осмотре может заметить что хрусталик из прозрачного становится белесоватым вот это называется начальная катаракта с начальной катаракты как правило мы ничего не делаем при условии что зрение у человека не снижается почему это важно дело в том что хрусталик может сохранять свои свойства даже при и пропускать свет достаточно даже при небольшом помутнение вот это не говорит о том что его надо сразу немедленно удалять и менять на искусственную линзу нет какое-то время можно совершенно спокойно жить существовать со своим хрусталиком и причем довольно длительное время вот если же зрение снижается ниже четырех строчек и не корректируется очками никак вот тогда уже следует задуматься о оперативном лечении а естественно это процесс не быстрый то есть помутнение хрусталика может начинаться где-то в возрасте это у разных людей по разному конечно но чаще всего ближе к 50 годам впервые могут поставить диагноз начальная катаракта и человек еще 20 лет с этим диагнозом совершенно спокойно живет ходит и его ничего не беспокоит вот поэтому не надо бояться если вам поставили этот диагноз надо просто поставить себе заметку в телефон и разгон стабильно ходить и наблюдать а также важно что важно замечать за собой как вы видите поскольку хрусталик становится более мутным то изображение может немножко меняться это не будет заметно сразу вот но но если сравнивать изображение скажем так то как видит человек с обычным прозрачным хрусталиком и как он видит смутным то получится как будто все в желтоватом оттенке у человека с начальной катарактой у начальной катаракты практически не бывает осложнений то есть пока ничего не происходит все хорошо а вот и соответственно не надо волноваться не надо беспокоиться очень часто проблема что люди просто боятся что им поставят этот диагноз и по сразу начнут предлагать операцию ничего подобного большинство офтальмологов сейчас ждет пока начнутся изменение зрения тогда имеет смысл это делать на здоровом видящем глазу удалять хрусталик и ставить искусственную линзу никто естественно не будет это не нужно дальше если у нас зрение снижается ниже трех строчек вот катаракты стану хрусталик становится еще более белым еще более плотным это уже становится у нас называется у нас уже зрелый катарактой вот зрелый катаракта уже надо оперировать то есть не ждать не наблюдать а в этой ситуации действительно человеку сразу выпишут направление на хирургическое лечение вот в москве как правило он встает на очередь ждет свою квоту по квоте оперируется в чем прелесть таких катаракт это в том что если она хорошая зрелый катаракт ее легко удалить то есть там как правило есть ядро это ядро еще довольно мягкое его легко убрать инструментами для фако эмульсификации катаракты а вот она как правило не скажем так не не вываливается грубо говоря при операции то есть хрустальковая масса ведут себя очень прилично с ней их легко оперировать их легко убрать и если нет сопутствующих каких-то заболеваний других глазных или системных то потенциал у этой операции очень высокий то есть человек видит практически сто процентов сразу там на следующий день после операции что еще важно операции сейчас проводятся амбулаторно то есть нет необходимости постоянно находиться в стационаре исключение конечно системные патологии которые требуют наблюдения допустим терапевта или анестезиолога после операции тогда да тогда вам могут предложить побыть какое-то время стационаре пока вы не придете в себя так сейчас частных клиниках принято прооперировать пациента подождать пока он придет себя посмотреть его состояние после операции и отпустить домой это гораздо лучше чем находиться в больнице и собирать внутри больничную инфекцию вот так же это не искусственный хрусталик подбирается так чтобы вы видели сто процентов вдаль но можно конечно попросить чтобы вам подобрали искусственный хрусталик для чтения скажем так но это на мой взгляд не очень оправданно потому что легче надеть очки для чтения чем постоянно ходить в очках для дали а вот линзы интеракулярные бывают очень разные они есть разных производителей они есть разных материалов с ультрафиолетовым фильтром без ультрафиолетовый фильтр аккомодирующий не аккомодирующий все это решается в момент осмотра и очень сильно зависит от того какой у нас пациент сколько ему лет чем он занимается что он делает как работает если это очень пожилой пациент который уже не работает которому важно просто там почитать например книжку дома это одна один хрусталик будет если это молодой пациент который активно работает ему нужно постоянно менять скажем так позицию видите вдали вблизи одинаково хорошо можно поставить аккомодирующую линзу естественно они будут отличаться и по материалам по стоимости и по тому как работает хирург какие еще бывают мифы связанные с катарактой бывает такой миф что если катаракта разовьется то человек ослепнет причем ослепнет безвозвратно раньше действительно при скажем так не очень хорошей хирургии такое действительно могло быть более того первые операции по катаракте делались еще в древнем египте заключались они просто в том что хрусталик просто скажем так роняли на дно глаза то есть его срывали со связок и человек видел как бы снова хорошо без этой мутной линзы но там получается очки нужны были порядка плюс 10 плюс 15 естественно это лучше чем сидеть в темноте когда у тебя очень мутный хрусталик но это все равно не очень хорошая история для зрения вот но это было очень давно развитие катарактальной хирургии началось активно после второй мировой особенного развития но достигла в начале девяностых когда появились тонкие факоэмульсификаторы вот ультразвуковое удаление хрусталик то есть все это стало возможным удалять безболезненно аккуратно через маленькие разрезы которые не требуют швов и по сути дела с минимальной реабилитации то есть человек можно было отпускать домой начинать капать капли и все заживало самостоятельно совершенно замечательно а вот есть еще такой распространенный миф что если у бабушки была катаракта то и у всех там будет наследников тоже катаракта с одной стороны это так потому что рано или поздно у каждого человека помутнеет хрусталик это практически неизбежная ситуация с другой стороны это ненаследуемая патология то есть это патология которая не передается по генетически скажем так и соответственно не нужно волноваться за маленького ребенка что у него будет катаракта если у бабушки катаракта это абсолютно два разных пациента две разные ситуации и не нужно беспокоиться а вот есть еще один миф связано с тем что искусственную линзу надо периодически менять я если честно не знаю откуда это взялась история но искусственный хрусталик ставят один раз и навсегда максимум что с ним может случиться из манипуляций которые потребуются в дальнейшем это может быть помутнение капсулы в которую ставят хрусталик но это именно капсулу то есть ее лазером разряжают немножко появляется маленькая дырочка через которую становится все хорошо видно снова вот и второй момент который может быть связан с искусственной линзой это надрыв хрусталика хрустальковых связок и под и подвих искусственной линзы лечится это просто подшиванием искусственной линзы к радужке или к склере вот но это скажем так не осложнение самой операции это отдаленные последствия которые могут быть а могут не быть то есть таких осложнением и осложнение такие мы видим больше в совсем пожилом возрасте то есть ближе там к 80 годам а вот естественно есть еще мифы связаны с тем что вот мне сделали операцию а я вижу все равно плохо зачем мне это сделали там на мне нажились и так далее ничего подобного на самом деле скорее всего до операции было непонятно что происходит с глазным дном потому что хрусталик был настолько мутный что сетчатку было просто не видно и когда убирают мутный хрусталик ставят искусственную линзу становится видно что у нас находится за этой линзой а там могут быть совершенно разные проблемы это может быть возрастная макулярная дегенерация то есть просто обусловлены возрастом и нарушение работы сетчатки которая никак не связана с хрусталиком непосредственно могла быть сопутствующая глоукома то есть это повышение внутриглазного давления который течет длительный приводит к атрофии нервных волокон соответственно вам прооперировали хрусталик поставили искусственную линзу стало светлее но нервные волокна которые погибли они не восстановятся это тоже надо понимать то есть всегда надо понимать что может быть какая-то ситуация помимо самого самой катаракта которая может влиять на зрение ну и естественно предугадать какие-то изменения которые мы увидим за мутным хрусталиком мы тоже не можем поэтому всегда хирург объясняет пациентам что есть определенные нюансы что может быть вот так вот мы это увидим и не дает никогда стопроцентной гарантии что человек будет видеть как в молодости как в молодости все равно не будет вот из непосредственно осложнение катаракта которых действительно стоит бояться вот это скажем так набухание хрусталика то есть хрусталиковые волокна набирают себя очень много воды хрусталик становится намного больше человек это замечает как резкое снижение зрения буквально в течение там нескольких дней в чем проблема почему это опасно дело в том что такой большой хрусталик он начинает выдавливать снизу скажем так радужку и радужная оболочка и целярное тело за радужная оболочка они закрывают угол передней камеры угол передней камеры нам необходим для того чтобы нормально циркулил циркулировала жидкость в глазу вот и соответственно питание было хорошее если у нас закрывается угол передней камеры вот то давление в глазу очень быстро растет появляются дикие боли и все это приводит к тому что глаз впоследствии очень плохо видит поэтому с одной стороны катаракта это не страшно а с другой стороны надо всегда за ней наблюдать если вы видите что есть какие-то изменения и начинается быстрое снижение зрения при том что у вас уже был поставлен диагноз надо не ждать не думать что все само пройдет срочно обращаться к врачу и есть ситуации в которых действительно катаракту надо оперировать по скажем так срочным показаниям не забывайте посещать своего офтальмолога заботиться о своем зрении и до встречи в следующих видео